Ассаламу алейкум варахматалава баракятуху. С вами снова Беклербек Нуай. В последнее время я много говорю о татаристах, то есть о шовинистах из числа татар. И на это, к сожалению, есть все причины. Мы видим, как руководство Татарстана и Всемирного Конгресса Татар осыпает самых гнусных и одиозных татаристов-шовинистов в лице Дамира Исхакова и Ильнура Ярхамова медалями, грамотами и благодарностями. Это показывает, что официальная политика Республики Татарстан это татаризм-шовинизм. И они и дальше будут выделять средства и награждать тех, кто отказывает нам, Нуайям, Сибирам, Крымским Татарам, Башкирам и другим братским народам в существовании, рассматривая всех нас исключительно в качестве придатка мнимой велико-татарской имперской нации. Но мы должны оставаться объективны. А потому я решил напомнить своим подписчикам и всем Нуайям, что все же среди татар есть много наших настоящих братьев, которые не настроены негативно против нашего народа, а напротив радуются нашим достижениям. Таких мы искренне любим и ценим. Можно вспомнить хотя бы о тех ребятах, которые выходили с одиночными пикетами в 2017 году в поддержку чрезвычайного съезда нагайского народа, когда мы защищали свои земли в Дагестане. Помните, татары как народ это наши близкие братья. Но шовинисты, из какого народа они не были, хоть из татар, казахов или из своих же Нуаев, это наши оппоненты и противники. Потому что мы должны всегда выступать против шовинизма. Давайте же посмотрим на несколько проявлений разумного взвешенного подхода со стороны татар в вопросе возврата Нуаеве Астрахани своей настоящей идентичности. Известный татарстанский общественный деятель Альберт Меннигулович Замалиев, являющийся бывшим директором историко-этнографического музея Казан-Арте и бывшим председателем Совета ветеранов Артского района Татарстана, в ответ на шовинизм ярого татариста Ильнура Ярхамова заявил, «Ильнур, если человек говорит «я Нуаев», пусть будет Нуаев. Зачем насильно затягивать в татары? Лично я горжусь своим народом, и для меня унизительно кого-то уговаривать записываться в татары». Конец цитаты. Мы благодарим уважаемого Агая за его позицию. Но, к сожалению, он до сих пор иногда подвергается татаристской шовинистической пропаганде. Однако это его заявление показывает, что лично он не шовинист. Другой аксакал татарского народа, известный татарстанский политический и общественный деятель Ркаил Зайдулла, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, член Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, отвечая тому же яростному шовинисту-татаристу Ильнуру Ярхамову, заявил, «Не вижу предмета спора. Если кто-то хочет записаться на гайцам, пусть запишутся. Тем более, до сих пор они чувствуют себя кочевниками. Они все равно не играют никакой роли в татарском мире. Из них не вышел ни один татарский писатель, композитор, художник, ученый, ни одного государственного мужа. Пусть спокойно уходят, создадут полноценную родственную нам нацию». «Силой мил не будешь. Ну, уйдут от нас несколько тысяч нугаев, мы ничего не потеряем. Надо бороться против ассимиляции основного татарского народа». Конец цитаты. «Саволанс Ркаэл Агай. Татаристы сеют между нашими народами вражду, но мы не поддадимся их козням и будем братьями с татарским народом, пока в нем есть еще такие аксакалы. Но на примере двух этих аксакалов мы одновременно видим, какому давлению подвергается здравое мнение со стороны шовинистически настроенной татаристской группы». Однако не только аксакалы высказывается в подобном ключе. Председатель национально-культурной автономии татар Астраханской области, наша татарская келлен Динара Межитова, в интервью информагентству «Татар Информ» на вопрос о том, как она объяснит, что численность татар в Астраханской области падает, а численность нугаев напротив растет, сказала. «Я сама татарка. Я родилась в Татарстане и здесь я живу, сохраняя язык, культуру своих предков. Все события в судьбе моего народа, и хорошие, и плохие, находят отклик в моей душе. Я частичка своей нации. В то же время я с большим уважением отношусь к культуре нагайцев. Думаю, проблема разделения татар и нагайцев будет существовать даже через много десятилетий. К этому вопросу надо подходить не философски, а по-татарски, с пониманием. Татары живут в мире с другими народами, и здесь, на Астраханской земле, все точно так же. Между нашими народами нет никаких конфликтов, разногласий, а есть взаимное уважение и взаимопомощь. Считаю, что увеличение числа нагайцев на фоне сокращения численности татар – это не какое-то негативное явление. Мы очень близкие по культуре и по историческому наследию народу. И если нагайцев стало больше, то надо только радоваться. Конец цитаты. Очень мудрые слова, которые только укрепят братство и добрососедство нугаев и татар в Астраханской области. Говоря про Астраханскую область, нельзя не вспомнить о личности выдающегося татарского краеведа Шамиля Курбангалиевича Серожиддинова. Близкий друг нашего покойного лидера и основателя движения по возрождению идентичности астраханских нугаев Равиля Уте-Мухаммедовича Джуманова. Он в своей книге «История села Новой Булгары» прямо заявил о том, что юртовцы – это нугаи, а не татары, и собрал множество преданий от стариков-переселенцев из числа Казан-Л, где они также свидетельствуют о нагайстве юртовцев. Это бесценный труд, который должен прочесть каждый татарин, который еще сомневается в том, что юртовцы – это нугаи. На самом деле ни один настоящий татарин, не татарист, а именно татарин, не будет против того, чтобы юртовские нугаи писались нугаями. Он будет только рад, что наконец исправится то недоразумение, что произошло в 30-е годы 20-го века по ошибке советских властей. Настоящий татарин будет вместе с нами бок о бок бороться за установление исторической справедливости, за то, чтобы нугаи не писались так, как их записали коммунисты, а напротив записывались именно так, как называли себя их предки, то есть нугаями. Вот так, друзья, мы ценим братство с нашими близкими народами, будь то татары, башкиры, кумыки, азербайджанцы или казахи. И вместе с нашими братьями из числа всех этих народов мы противостоим пагубной идеологии татаристов, казахлинцев и прочих шовинистов. Да, я признаю, что раньше и сам мог позволить себе шовинизм, неоднозначные высказывания обо всем народе. Но наши нагайские аксакалы открыли мне глаза на мои ошибки, о чем я ранее уже говорил. Больше я стараюсь такого не позволять ни себе, ни другим. Так что всем братьям из числа татар, казахов, азербайджанцев, башкир, кумыков и других народов я передаю большой салам от ваших братьев-нугаев, а шовикам мы говорим. Нам с вами не по пути. Подписывайтесь на мой канал, распространяйте этот ролик и ас-саламу алейкум варахмуталлах ва баракятух. Субтитры создавал DimaTorzok